Присоединяем к нашему эфиру Александра Мережко, народного депутата Украины, главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Добрый день. Александр, а давайте начнем с начала, грубо говоря. Объясните нам, что означает официальное начало переговоров о членстве в ЕС. Что за процесс такой? Александр, здравствуйте. Речь идет, если не ошибаюсь, о 35 главах, в которых сосредоточены основные требования, основные положения, связанные с правом ЕС. Но дело в том, что вот это понятие, окей коминатор, его даже не переводят, так сказать, на языки, так сказать, государства, которые входят в ЕС. Сейчас используется такое французское понятие, французская терминология и довольно широкое понятие. То есть оно включает в себя не только международный договор, но и другие источники, в том числе решение европейского суда в Люксембурге, прецедентное право, политические принципы, на которых основывается ЕС. И все это необходимо будет реализовать в нашей правовой системе. То есть это тысячи и тысячи страниц различных документов. Это очень длительный процесс, который займет несколько лет, как минимум. Ну давайте разберемся, насколько длительным он может быть, как долго могут продолжаться переговоры о вступлении. Еврооптимисты, как эксперты, так и дипломаты, говорят о 2030-м, как о годе вероятного вступления Украины в Евросоюз. Украинские власти настраиваются на цель быть готовыми к вступлению через два года уже. Как вы считаете, все-таки это будет марафон или бег на долгую дистанцию? Я считаю, что нам необходимо ориентироваться на несколько лет, скажем так, условно два года, то есть и приложить максимальные усилия для того, чтобы вступить как можно скорее и адаптировать свою правовую систему под стандарты Европейского Союза как можно скорее. Но, будучи реалистами, мы понимаем, что на самом деле это может занять несколько более длительный период, чем мы рассчитываем. Но, тем не менее, надо ставить максимальные задачи перед собой и в том числе перед нашими европейскими партнерами, стараться реализовать их максимально в сжатые сроки и приложить максимальные усилия. Хотя, ну, я думаю, что это может занять несколько больше, чем, скажем, два года. Но все-таки надо уложиться в эти два года. Это реально. И если мы приложим максимальные усилия, я думаю, что мы сможем это сделать. Но тут еще необходимо, знаете, такой компонент, как ответная политическая воля Европейского Союза и других государств, членов Евросоюза, поскольку решение принимается путем консенсуса. Есть определенные, как бы, ну и бюрократические моменты, которые тоже могут несколько затянуть этот процесс. Но, в целом, я думаю, что это реально, ну, в пределах, например, трех-четырех лет вступить в ЕС. Как война в Украине влияет на темпы вступления в ЕС? И возможно ли вступление в ЕС до тех пор, пока мы не вышли на административные границы 1991 года? Есть страны, которые уже сделали соответствующее заявление, я имею в виду Венгрию, устами министра иностранных дел Сиарта. Он заявил о том, что нельзя ставить вопрос о вступлении в Украину в ЕС до окончания войны. Я категорически с этим не согласен. На самом деле, несмотря на очень сложные условия, на необходимость проведения реформ в условиях войны и адаптации нашей правовой системы, это вполне реально сделать. Есть примеры государств-членов ЕС, которые вступили, несмотря на часть их территории оккупированных, например, другим государствам. То есть война не мешает вступлению Украины в ЕС. Наоборот, я считаю, что необходимо сделать это как можно скорее, поскольку это является гарантией нашей безопасности. Чем скорее мы вступим в Европейский Союз, тем больше у нас будет гарантий нашей безопасности от повторения агрессии против Украины в будущем. Венгрия вообще продолжает удивлять и фонтанировать идеями. Правительство недавно предложило предоставить Украине привилегированное членство вместо членства в Евросоюзе. Это что за финтушами? Что за привилегированное членство? И можно ли привести хоть один пример привилегированного члена Европейского Союза на сегодняшний день? На самом деле, такого понятия вообще не существует. Это действительно выразилось финтушами. Нет какого-то, знаете, членства в Европейском Союзе какой-то второй категории или второго качества. Есть просто полноправное членство в Евросоюзе. С точки зрения права, с юридической точки зрения, просто другого варианта быть не может. И Украина неоднократно делала заявление о том, что мы не согласимся ни на какие другие варианты, кроме полноправного членства в Евросоюзе на равных со всеми другими государственными членами Евросоюза. Но Венгрия будет продолжать, скорее всего, ставить нам палки в колеса. Они уже заявили о том, что будут эвитировать наше членство в Евросоюзе до тех пор, пока мы не изменим образовательную реформу. Насколько помню, что 70% должно обучение происходить на украинском языке, против чего выступила в Венгрии. Понятно, откуда уши торчат и растут. Каким образом еще Венгрия может мешать Украине стать полноправным членом Евросоюза? Я бы сказал несколько более осторожно. Я считаю, что Венгрия будет не столько блокировать вступление Украины в Евросоюз. Они тоже понимают, что это неизбежный процесс, что они не пойдут против воли большинства государств-членов Евросоюза и против государств, которые являются лидерами Евросоюза. Это просто попытка урвать что-то для себя в последний момент. И тут Виктор Орбан проявляет себя как довольно прагматичный, можно даже сказать, циничный политик, который в последний момент пытается получить хоть какие-то дивиденды. Например, связанные с вопросами национальных меньшинств. Хотя, по большому счету, права национальных меньшинств в Украине, они хорошо защищены и национальными законодательствами, и теми международными договорами, в которых Украина участвует. То есть здесь никакой проблемы нет. На самом деле это надуманная проблема. Хорошо. В Венгрии, мы понимаем, что будет вставлять палки в колеса и пытаться торговаться. От кого нам еще ждать новых палок на пути к Украине и Евросоюзу? Вот последняя новость, например, из Польши. В Польше заявили, что без договоренности по эксгумациям в Украине нечего мечтать о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши. Сказал, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины пути у Украины к Европейскому Союзу не будет. Как много еще подобных претензий у нас появятся, как вы считаете? Можно ожидать какие-то заявления со стороны нового руководства Словакии. Вот этого нельзя исключать. То, что касается Польши, то я уверен в том, что все малейшие вопросы будут сняты в ближайшее время. По той простой причине, что Польша очень заинтересована. Это как раз в ее национальных интересах, чтобы Украина как можно скорее вступила в Европейский Союз. И как раз нам следует рассчитывать на определенную помощь, даже на польский опыт. То есть здесь у меня каких-то особых сомнений нет. То есть Польша не будет блокировать наше вступление. Но в отношении некоторых европейских государств могут быть попытки представить какие-то дополнительные условия. В частности, некоторые государства могут опасаться конкуренции со стороны производителей сельскохозяйственной продукции. Украина в этом плане очень эффективное государство. Даже несмотря на войну, мы являемся одним из лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции. Некоторые государства могут попытаться защитить своего национального производителя. Но опять-таки это нормальное явление. К этому необходимо относиться спокойно. Это вопрос переговоров, вопрос контактов с другими государствами, с членами Евросоюза. Надо будет искать подход к каждому государству. Я думаю, что это вопрос дипломатии, который будет успешно решен в ходе двусторонних переговоров. Но непростое время ожидать все-таки, согласитесь, украинскую дипломатию, потому как могут возникать вопросы, которые будут касаться вопросов национальной безопасности Украины. К таковым можно отнести, согласитесь, языковые претензии тех же венгров. Мы уже проходили и знаем, чем это может заканчиваться по опыту Российской Федерации, которая все кричала о притеснениях русского языка и русскоязычного населения в Украине. Да, да, совершенно верно. Здесь надо понимать, что Венгрия является исключением. Здесь просто необходимо... Ну, мы уже многое сделали. Мы приняли закон, Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, про национальные спельноты. То есть мы уже, по сути говоря, выполнили все необходимые условия в рамках нашего национального законодательства. Дело в том, что есть Конституция, необходимо опираться на Конституцию, есть международное право. И решая все эти вопросы, мы как раз движемся в русле именно нашего конституционного права. Здесь каких-то вопросов, проблем, я думаю, не должно возникнуть. Но необходимо показать, даже, может быть, не столько Венгрии, сколько другим государствам-членам Евросоюза и органам Евросоюза, что мы стремимся к какому-то компромиссу, к консенсусу. Мы делаем все возможное в рамках своего национального законодательства, не нарушая нашу Конституцию, для того, чтобы пойти навстречу другим государствам-членам. Но здесь тоже очень важно и нам отстаивать свои права и свои интересы. Это тоже очень важно. Это вопрос как бы двусторонний. Венгрия может выдвигать какие-то условия, но нам важно идти на компромисс, не поступаясь, скажем так, своими принципами и своим конституционным правом. Александр, Еврокомиссия предлагает осуществить процедуру вступления Украины в ЕС по новой схеме, которая предусматривает подготовку технических вопросов, переговоров о вступлении параллельно с политическими. Насколько это может ускорить процесс? И является ли проявлением той ответной политической воли, о которой вы говорили в начале нашего разговора? Да, насколько мы помним, по сути речь идет о том, что, ну понятно, что официально декларируется то, что никаких скидок Украине не будет сделано, да, что это будут такие же требования, как к любому другому кандидату. Но в то же время я думаю, что Евросоюз все-таки учитывает специфику ситуации, в которой сейчас находится Украина. Я считаю, это очень важный и моральный вопрос, связанный с тем, что Украина защищает сейчас Евросоюз. Вы знаете, мне очень понравилось выступление президента комиссии Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда она сказала с трибуны Верховной Рады, что в Европе прекрасно осознают, что Украина сейчас защищает весь Евросоюз. И Европейский Союз, его государства, члены, они благодарны за это Украине. Вот этот факт необходимо учитывать, потому что мы находимся в уникальном положении. И я надеюсь, что это будет принято во внимание, и хотя бы поэтому Украина будет поддержана. Ну да, Украина платит очень высокую цену за европейские ценности, и действительно платит своими жизнями за то, чтобы в Евросоюзе, грубо говоря, спали спокойно. Александр, спасибо. Да, ты хотел еще что-то добавить? Нет, нет, нет. Александр Мережко, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, специально для телеканала Freedom. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова